Как только вы проснулись, подумайте о том, насколько вам повезло. Ведь вы живы. Я отмечаю дни рождения каждый день. Каждый день — это день моего рождения. Вы просыпаетесь утром, и у вас есть самое большое сокровище — человеческая жизнь. Не тратьте ее впустую. Каждый день создавайте себя, ведь процветание приходит благодаря действиям, а не молитвам. Цель нашей жизни — быть счастливыми. А этого можно достичь только через любовь, благодарность и сострадание. И наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать это сострадание. А еще терпение и стойкость. И неважно, какую религию вы исповедуете. Я считаю, что действительно настоящая религия — это доброе сердце. Нет нужды в храмах. Нет нужды в сложной философии. Наш собственный мозг и наше сердце — вот наш храм. А наша философия — доброта. Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда. Наша планета нуждается в добрых людях. Нам не нужно большое количество успешных людей. Планета отчаянно нуждается в ультруистах, миротворцах, целителях, защитниках природы и просто любящих людях. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить. Планета нуждается в людях с моралью и любовью, которые сделают мир живым и гуманным. А эти качества имеют мало общего с успехом, потому что в нашем обществе успех — это по большей части материальные блага. Но помните, люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Вот почему в мире царит хаос, потому что все — наоборот. Мы должны властвовать над технологиями и вещами, а не становиться их рабами. И цель не в том, чтобы быть лучше, чем кто-либо, а в том, чтобы стать лучше себя прежнего. Настоящий героизм не проявляется в силе и бесстрашии. Он проявляется в контроле гнева и ненависти. Он проявляется в любви, когда вокруг одна ненависть. И чем больше вы мотивированы любовью, тем более бесстрашными и свободными будут ваши действия. И чем больше вы развиваете в себе любовь, альтруизм, нежность и сострадание, тем быстрее вы избавляетесь от ненависти, низменных желаний и гордыни. Не тратьте свою драгоценную энергию на сплетни. Забудьте обиды прошлого. Не напоминайте родным и друзьям прошлые ссоры. Это помешает вашему счастью в настоящем. Не сравнивайте ни с кем своих любимых. Научитесь прощать. А что другие люди думают о вас, это не ваше дело. И помните, какой бы хорошей или плохой ситуация ни была, она изменится. Выбрасывайте из головы негативные мысли и посмотрите на положительные стороны. Сохраняя положительное отношение к жизни, можно быть счастливым даже в самых неблагоприятных условиях. Так что всегда подбадривайте себя в тяжелых ситуациях. Но также необходимо и приземлять себя при слишком сильном возбуждении. Если вы имеете мужество смотреть трудностям и невзгодам в лицо, они не выведут вас из душевного равновесия. Некоторые теряют присутствие духа перед лицом бедности, другие начинают важничать, заполучив немного богатства. Самое лучшее – это сохранять постоянство перед лицом и страдания, и счастья. И помните, что жизнь – это школа, и вы пришли сюда, чтобы учиться. Проблемы – это часть школьной программы, которая закончится как урок математики, а усвоенные знания останутся навсегда. И напоследок хочу сказать вам следующее. Развивайте свое сердце. Слишком много энергии в наших странах тратится на развитие ума, а не сердца. Если бы каждого восьмилетнего ребенка в мире научить медитации, мы бы устранили насилие в мире за одно поколение. Так что развивайте свое сердце. Это ключ к истинному счастью. И старайтесь быть сострадательными не только к своим друзьям и близким, а к каждому человеку. Всегда трудитесь ради мира в своем сердце и во всем мире. Я считаю, что каждый из нас несет ответственность за все человечество. В этом заключается моя философия. Счастья всем вам, любви и мира. Далай-Лама, 14-й. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова